Приветствую, уважаемые друзья в социальных сетях, вообще, и дорогие мои друзья-подписчики YouTube-канала, в частности, по одной простой причине, конечно же, с улыбкой, но всё-таки скажу, почему вот вам такое внимание, потому что сейчас, вот в эту минуту, когда записываю очередное видео, специально посмотрел вас, друзья-подписчики, как подсказывает панель управления моим каналом в YouTube, 3909 подписчиков. Каждому из вас признателен и благодарю за внимание к моему YouTube-каналу. И сегодня уже повторяю, что снова обращаюсь к вам, потому что записываю второе сегодня, слава богу, видео. И первое, те, кто не видел, поясню. Турция 8 февраля 2024 контрольной матчи 2023-2024 ко второй половине сезона чемпионата Украины Динамо-Киев-Липая-Латвия. И убедительная победа, о чём те, кто посмотрел уже первую часть, конечно же, видели, что со счётом 5-2 победили динамовцы. Голы, которые повторяют те, кто режиссёры, операторы, комментатор, поясняют всё, что происходит, и в конце матча, и в конце первого тайма по традиции даются повторы. И вы это видели вот в первом моём, простите, видео. Ну, а сейчас подробность, которая позволяет нам сама трансляция. Я на конкретном примере, вот за что благодарность. Благодарит и команду Динамовского телевизионного клуба, который помогает этой трансляции, всю команду Динамо ТВ, вот, и говорит о профессионализме трансляции. Ну, так, это уже моя интерпретация благодарности комментатора. А я поясню, вот, к примеру, момент, который, конечно же, те, кто внимательно смотрел, это волнующий, неприятный момент в футболе. Вот в футболе, когда происходит явная, в общем-то, грубость, которая, конечно, влечёт за собой травму одного из команд соперников. В данном случае вы видите, что вот отступили, помогают футболисту с номером 40, Динамовскому. И это, сразу скажу, это Кристиан Беловар, Динамовский защитник. И сейчас, если не подведёт всегда в таких случаях, повторяю, техника, то увидите и услышите комментатора. Вот этот момент как раз, повтора остановлены для вас, уважаемые друзья в социальных сетях вообще и моего Ютуб-канала, друзья-подписчики. И так смотрим, слушаем. Кристианов и Беловар. Я не сомневаюсь, что от греха подалее Александр Шавковский уже готовит замену. Тихо-тихо, Элю, успокойно. Дивимось еще раз. Глава в голову, пішло так, и струс мозга, можно отримать. Полностью согласен с комментатором, что, конечно же, так можно легко получить, упаси, боже, конечно, но сотрясение мозга. И вот повтор этого нам позволил заметить. А сейчас я в данном конкретном случае делюсь с вами вот таким эпизодом, который произошёл. Но трансляция и Ютуб позволяет нам рассмотреть его более подробно на скорости 0.25. Давайте попробуем это сделать. И при воспроизведении, вот в данном случае, надеюсь, вы видите сейчас вот этот момент. Видите, как внимательно смотрят партнёры Беловара, что происходит. И вот вы видите игрок Ли Паи Латвийского клуба. Вот его, он в чёрной форме, хорошо виден. Но вот его голова, которой он, конечно же, не думал, она врезается в голову Беловара. И это же встречное движение, вот этот удар головой, конечно же, это грубейшее нарушение. Почему комментатор и боялся, что в данном случае не было бы, конечно, сотрясения мозга. Однако, возвратимся к скорости 0.25. Это замедленное воспроизведение того, что произошло. Смотрим дальше вот этот повтор. Смотрите, видите, как падает, буквально падает, получив вот эту травму, динамовец. И вот ему уже помогают. Давайте на минуточку попробуем вот возвратить, чтобы ещё раз увидеть это на медленной скорости, повторяю, 0.25. Те из вас, которые захотят это сделать вот у себя, тоже сможете сделать. Смотрите, сейчас будет, надеюсь, повтор. Вот Беловара обступили его партнёры по Динамовскому клубу. Он не может самостоятельно стоять на ногах. Ему помогают вот уже врачи, помогающие врачам подбежали. И уже я надеюсь, что сейчас, конечно, будет оказана на месте возможная помощь. Потом всё это исследование, конечно, будет. Но сейчас мы с вами увидим дальше. Всё это, видите, на замедленной скорости. Ну, это, к сожалению, вот сейчас видели повтор. Сейчас вот опять идёт повтор, и вы увидите. Вот удар, конечно же, головой в голову, и видели, как он падал. И последовала сразу его замена. Я поинтересовался, конечно же, сколько же, вот Беловаром конкретно, Кристиан Беловар, вот Динамолец, это уже сайт Динамо Киев Юэй, или, как его знают по обе стороны океана, это на Шурике говорят. Ну, вот поинтересовался перед этим, где более подробная информация. А это здесь, ну, гражданство Украины, конечно, игрок Динамо Киев, защитник номер 40, рост 191 сантиметр. Вы видели, что он, конечно же, возвышается над своими партнёрами-динамовцами. Вес 74 килограмма, конечно же, вот у Беловара, как говорится, боевой вес. И дата рождения, ну, читаем, 6 августа 2018 года, то есть ему 5 лет, согласно вот этой записи. Ну, я надеюсь, что это, конечно же, улыбку заметит, и я постараюсь сообщить главному редактору сайта, что надо, конечно, исправить. А Беловару вы будете знать, что ему 23 года. Так что будем, конечно же, в данном случае, ну, желать ему скорейшего возвращения в строй после такой, ещё неизвестно, какая это будет травма. Ну, и, уважаемые друзья в социальных сетях, все, и в частности моего Ютуб-канала, друзья-подписчики, как рекомендует Ютуб и призывает нас ставить лайки для того, чтобы нас было ещё больше. И я вам от души желаю, будьте все здоровы, благополучны, болейте, в кавычках, конечно, только футболом, а в жизни здоровья, благополучия, счастья, несмотря ни на что, оптимизма, потому что, как говорят украинцы, усе – буду добры. Искренне ваш из Филадельфии Дэви Аркадьев сегодня, повторяю, 8 февраля 2024 года. Бог даст, увидимся, Бог даст, услышимся. Пока, пока.